приехали посмотреть на речку речка вердон или вердон непонятно неважно тут она широкая туда дальше она узко придемся приедемся вдоль нее посмотрим да тут мелкая далеко мелко интересно вообще в большинстве случаев но я смотрел она там течет в ущельях каких-то в каньонах то есть доступа к ней доступ не есть далеко не везде очень немного мест этих не можно подойти вдоль нее очень много всяких интересных старинные древних сооружений типа там какие-то замки какие-то укрепления какие-то пещеры и всякая такая вот история вода очень чистая очень прозрачная вот даже стоя на берегу мы вижу дно наверное метров за 30 отсюда понятно что она не очень глубокая но там докуда я вижу ну наверно по пояс будет точно утки людей вообще не боятся он плывет говорит дай 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 вообще не уплывают такое впечатление что был бы наверно хлеб или что-нибудь они бы ели с рук так как и заинтересовать особо нечем но они надеются они как бы не уплывают они надеются что ты сейчас из волшебного кармана достанешь хавчик без хавчика подплывать не будем но уплывать далеко тоже не будем вот это прям моща такой камень это капец видео конечно не передает всю всю всего величия вот этого вот она просто огромная и маленький мостик и смотри парадокс нету мусора в воде по крайней мере не плавают бутылки там какие-то как вообще в принципе очень чистая вода утки нас преследуют можно взять каяк и поплавать интересно почем может быть подойдем спросим если будет не лень кстати парадоксально вода очень прозрачная но рыбы я не вижу вообще никакой должно теоретически плавать хоть что-то хоть какая-то мелкая рыба но возможно конечно еще типа холодной и она где-то с глубины не выходит на мель но и не теплая солнышко светит мне кажется что должна была бы выходить погреться уже но нет никакой рыбы вообще не видно ну я думаю она тут точно есть чего вытаскивать бросим туда и ладно и шо там далеко или тупик туда вылазь так тупик или идет дальше ты определись они не лезть туда потому что это другая сторона моста блин я не знаю тут тут в этой стороне солнца нету но я вижу дно наверное метра на четыре даже наверное глубже метров пять круче очень глубоко я так понимаю что я так понимаю что она вот так вот в таком каньоне течет практически вся потому что везде где я смотрел я не знаю камеры на камере будет видно потом не будет видно насколько она прозрачная насколько глубоко видно вот тут солнце светит я не знаю наверно метров восемь точно есть идем вот там отмель где-то значки везде типа опасности все такое там какая-то лестница прямо вниз подходит со скалы поднялись наверх прям очень нравится вот это вот спуск я так понимаю к тем ступенькам которые мы снимали с моста с мостика и вот в таких вот условиях в основном эта речка течет что вон там что он там в той стороне есть такие вот небольшие разливы как вот там вот внизу и есть я так понимаю какие-то водохранилища которые большие озера тут на карте написано что это озеро нету водохранилища там Киевское море и вся вот эта история это озеро в которой река впадает и в из которого вытекает внизу вода очень прозрачная я думаю что даже на камере на телевизоре будет видно насколько прозрачная вода метров на семь на восемь ну так на вскидку видно дно ну так навскидку видно дно я даже боюсь представить какая глубина вот там где дно не видно а рыбы не видно везде предупреждение об опасности о камнепадах смотрите по водной и вся вот эта вот история тут прям обрывы такие очень и очень пойдут догонять своих если он упадет я хотя бы это сниму на камеру надеюсь конечно что нет но если все таки да я это не сниму будет очень обидно интересно кто строил вот эту стену и для чего это же точно построено прошли не увидели я говорю заседа мы не видели что-то я захекался уже о чем мы сюда не пошли назад пойдем мы еще не идем назад назад пойдем не знаю татема прыгнул интересно как далеко идет эта дорожка особенно хорошо видно насколько прозрачная вода когда солнышко светит понимаешь что эта дорожка идет вообще идет куда то я даже я не знаю мы наверно не дойдем до конца потому что конца может быть у нее нет это верно какой-то пешеходный маршрут видели уже туристов причем все очень доброжелательные люди всех кого видим все здороваются вот этот балбес точно сегодня нибудь влезет так все дорожка вот туда мы пришли это вот все вот это вот не перестану завидовать прозрачности и вот акцентировать на это внимание вниз идут просто ответственность стены и ну их видно очень круто очень интересно сейчас назад уже идем с левой стороны речка за речкой скала справа скала но вот тут есть какой-то ров он идет вдоль во сколько мы идем столько он идет причем вот эти вот стены рва они иногда выложены из камня а иногда вырублены в скале на такой же уровень то есть там прям местами видно что это не выложено вырубывали вот тут выложенная кирпичиками вот тут вот там такое впечатление если бы были другие условия я бы наверное сказал что типа оборонительный ров который возможно заливался водой ну как бы нафига у тебя вон там вон ров с водой что это могло быть я немножко затрудняюсь ответить прям очень интересно надо будет наверно покопать эту информацию возможно что-то найду конечно вряд ли но но возможно причем это иногда ров который знала сейчас наверно будет видно да это ров ров потом он уходит прорубанную в скале пещеру это пещера сквозная выходит где-то там дальше условно через 30-50 метров и опять же не оборонительное сооружение потому что ну если она уходит под землю то какой в этом смысл наверное может быть чего-то не учитываю чего-то не знаю ну ничего то не знаю прям точно чего то не знаю тут уходит в пещеру пещеру выходит где-то там дальше вот примеру очередной выход из пещеры это дорожка грубо говоря по которым сейчас идем это явно выложено причем явно выложенное старое то есть это не выложенная дорожка потому что пешеходная дорожка вот идет тут здесь дальше вот выложено все типа как стена вот она упирается в скалу и этот ров опять уходит в пещеру что это такое может кто-то знает если кто-то знает расскажите мне пожалуйста интересно вот этот проход когда выдал бывали это старый или это типа новый просто пешеходная дорожка ну да как-то как-то горизонт завален что из приятного все люди которые встречаются здороваются все идет типа там колонна из пяти человек каждый из них здоровается не было ни одного человека которого мы встретили который с нами быть не поздоровался или не поблагодарил за то что мы уступили проход на узкой дорожке условно еще собака барабака купалась вот навскидку тут по колено этот уголок уже ближе к поясу вот тут существенно глубже чем по грудь вот тут уже с головой вон там уже метра три точно будет но отсюда метра 4 может быть 5 я вижу это с тем учетом что мы находимся в теньке тут солнышко не светит у нас такая вода только в карьеров каких-нибудь и то и то не во всех да ну я не на так не на таком большом количестве карьеров был в которых есть такая прозрачная вода но они есть если учесть что это речка то вода прям вообще супер половина озера вообще светится там вон какой-то городок сюда поедем посмотрим что это такое там вот лодочная база катамараны там какая такое где-то вот там у нас стоит машина еще идти 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 колотить тут что-то типа музея под открытым небом я не знаю что тут написано что-то написано причем разбавленная какими-то спортплощадкой грубо говоря рядом есть археологический музей вот там вот где-то мы в него не пойдем конечно же из-за отсутствия финансов но вот тут почему бы и нет так тихо ну прикольно постарались прикольно вот там вот везде скалы по кругу я понимаю как археологический музей под открытым небом тут столбики и такая картинка которая вроде бы как должна объяснять что с этими столбиками делать но на самом деле глядя на нее возникает только больше вопросов вот как бы даже речка только чуть-чуть выше озера мы были вон там внизу это поднялись немножко повыше вся светится наверно метра полтора-два глубины все прозрачно там какое-то ограждение по воде буйки или сетку затянули хренов кто знает хе-хе-хе наши люди не знаю как бы не видно или видно но по факту я отсюда просматриваю почти все дно еще конечно рябь поднялась плохо видно но почти все дно просматривается есть буквально там пару метров по центру где я не вижу то только из-за рябьи возможно на воде там везде горы и вот там она уходит опять в каньон точно сетка путанка затянул кто-то точно говорю сетка путанка это видишь тут рубечка интересно зачем и что это все таки за буйки может быть край зоны до которого можно заплывать арендуя вот там вот лодки катамараны и каяки вон там мостик на котором мы были и там возле него база на которой можно все это арендовать наверное это край до которого можно плыть теоретически опять же это я сам себе придумал как на самом деле непонятно вот тут написано опасность и есть риск очень быстрого подъема воды и я не знаю как это работает но откуда-то взялась очень дурная струя мы вот буквально снимали только что 3 минуты назад течения практически не было, а сейчас вон как на Дисне я думаю что ну наверное где-то какая-то дамба стоит это конечно не точно но похоже на то что вода была просто стоячая теперь прям потекла там кстати мелко вон везде думаю что с нахлыстом тут есть что делать было бы наверное интересно не знаю видно не видно но там я думаю где-то приблизительно по пояс нет здесь глубоко здесь камера вот там вот дальше вот там по поясу вон там нет ну там дальше в принципе и по колену может быть но струя фигачит купец тут река делится на две части туда идет струя и я был прав вот дамба сейчас поднимемся посмотрим насколько это возможно что там происходит можете ошибаюсь может это тут не две реки одна просто в общем сейчас пойдем посмотрим там кстати наверху тоже есть пешеходный маршрут но это с той стороны речки мы туда вряд ли попадем посмотрим куда дойдем туда дойдем сейчас будет видно к сожалению мы туда не зайдем там закрытая зона а вода какая-то странная дамба вода я так понимаю как будто из-под низу возможно вот тут прорубана дырка типа и вода течет вот снизу ну там дальше я не вижу чтобы там дальше была река но она откуда-то вытекает я вижу вижу возможно прорубан туннель под горой и сама речка вот там может быть кстати вот интересно это гидроэлектростанция и вон туда вон туда наверх идет лэп ну тут везде закрыто тут мы вряд ли куда-то пройдем обойти скорее всего наверное нельзя будет сейчас походим посмотрим может быть что-то где-то какой-нибудь сквозняк будет и нам получится туда зайти посмотреть вода прям выкипает снизу папа аккуратно муравьи ну интересно сама речка же уходит вот туда вон туда вот в каньон уходит речка вот это откуда течет это что-то такое снизу мы приемли вот туда наверх мы едем это та же речка водохранилище выше по течению то вот все песчаные берега такая же чистая прозрачная вода и горы но звучит потому что этоate и